Ветеранский футбол имеет в Щелкове и Фрязине богатую историю. Встречи на игровом поле людей, выступавших в прошлом за известные клубы, стали здесь уже традицией. Во Дворце Спорта в минувшую субботу состоялось второе открытое первенство городского округа среди команд возрастной категории 60+. В прошлом году мы провели открытое первенство городского округа Фрязина среди ветеранов 60+. И пригласили команды из города Королево, Щелково, Ивантеевки и Мытища. Все остались довольны и в этом году мы решили продолжить эту традицию. Состязания также проходили при поддержке местного отделения партии «Единая Россия». Огромное спасибо нашим ветеранам, что они собрались, они выразили готовность с большим удовольствием поиграть в футбол. На первую игру вышли команды из Щелково и из Королева. Нашим футболистам удалось построить игру так, что мяч постоянно находился на половине поля соперников. И это привело к нескольким результативным моментам. Щелковцы выиграли. На соревнования приехал почетный гость, которого хорошо знают в нашей стране любители футбола. Юрий Васильевич Гаврилов – заслуженный мастер спорта России. Он наиболее известен по своим выступлениям за московский «Спартак» и сборную СССР в 1977-1985 годах. Знаменитый полузащитник, чьи пасы были безукоризненно точными и очень часто приводили к голам, отметил важность развития ветеранского футбола. Не могли мы не задать ему вопрос о состоянии российского футбола в целом. «Пожелание только одно. Конечно, надо заниматься молодежью, надо растить свои кадры. Тогда будет продвижение, как наши в давние времена, будем так говорить, что привозных не было, а футбол был и хороший футбол. На уровне всего. «Спартак» московский, кубки УИФА. Вот я 10 лет в команде играл, 10 лет, и каждый год в кубке УИФА играл. Мне хотелось бы, чтобы все изменилось в лучшую сторону». Юрий Гаврилов и организаторы первенства пожелали участникам состязаний, в первую очередь, хорошего здоровья и приподнятого настроения. Ну а для самих ветеранов главным итогом первенства стало возможность встретиться. Андрей Цеханович, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.